Здравствуйте! Вы смотрите программу события. Вечер суббота. Это значит, что пришло время вспомнить, какой была прошедшая неделя. Я, Мариана Мирна, и мои коллеги расскажем вам о самом важном и интересном. Выбор сделан. Подведены окончательные итоги важнейшего дня в жизни страны и Самарской области. Мы выбрали депутатов Государственную и Губернскую думы. Самарская область продемонстрировала высокий процент явки. За партию власти проголосовали более 51% избирателей. Единая Россия получает 40 из 50 мест в Самарской губернской думе. Одно кресло достается представителю Справедливой России, три мандата забирает ЛДПР и еще пять КПРФ. Поименный список депутатов Губернской думы 6-го созыва станет известен в понедельник, когда все политические партии окончательно определятся со своими делегатами. Подробнее в нашем сюжете. Завершилась одна из самых масштабных избирательных кампаний за последние несколько лет. Страна выбирала депутатов федерального парламента. Впервые за 13 лет выборы в Думу проводились по смешанной схеме. В 39 субъектах России, в том числе и в Самарской области, жители одновременно выбирали и региональные ЗАГСобрания. В результате убедительную победу одержала партия Единая Россия. В целом по стране партия власти набрала более 54% голосов избирателей. На втором месте КПРФ – 13,45%. На третьем ЛДПР, замыкая четверку лидеров, «Справедливая Россия». За нее проголосовали 6%. Еще более убедительными выглядят результаты по одномандатным округам. Единая Россия смогла завоевать 203 места в парламенте. КПРФ и «Справедливая Россия» смогли получить 7 мандатов. ЛДПР – 5. Партия Роста и гражданская платформа – по одному. Еще один мандат достался самовыдвиженцу. Прошедшие выборы еще раз подтвердили статус Самарской области как политически активного региона страны. Заявить о своем выборе в воскресенье пришли более половины жителей, имеющих право голоса, а именно свыше 54%. Это самая высокая явка среди регионов, в составе которых есть города-миллионники. Самарская область оставила позади Свердловскую, Нижегородскую, Воронежскую и другие крупные области. Если сравнивать с аналогичными выборами 2011 года, явка в Самарской губернии выросла более чем на 2%. Этот рост примечателен на фоне общего снижения избирательной активности по стране. В среднем по России явка снизилась на 12%. В то время как в отдельных районах Самарской области – Красноармейском, Клявлинском, Пестравском и Хворостянском – явка превысила 80%. На состоявшихся выборах жители Самарской области активно поддержали курс действующей власти. Число сторонников партии власти в регионе за последние несколько лет существенно увеличилось. За «Единую Россию» свои голоса отдали более 51%. Если сравнивать с выборами 2011 года, тогда за нее проголосовали лишь 39% избирателей. Подобного роста доверия к действующей власти нет больше ни в каком другом регионе страны. Политологи объясняют это тем, что люди поддерживают позитивные изменения в регионе, ремонтируются дороги, строятся школы, детские сады, спортивные объекты. Агитационная кампания проходила в открытой и конкурентной борьбе. Самарская область стала одним из центров выборов 2016 года, приковав к себе внимание иностранных наблюдателей, общественных деятелей и федеральных экспертов-политологов. Все, кто следил за ходом голосования в регионе, отметили его прозрачность и честность. Для их обеспечения использовались современные технические ресурсы. На избирательных участках были установлены видеокамеры. Любой человек в любом месте мира мог онлайн посмотреть ход голосования и подсчета голосов. Виктория Шарая, Марина Матвейшина, События. Не отстали в проявлении своей гражданской позиции жители Сакрамента, которые смогли на время почувствовать себя полноправными волжанами. Россияне, проживающие в этом американском городе, голосовали на выборах от лица жителей Самарской области. ЦИК приписал их к Жигулевскому одномандатному округу. Наш бывший земляк и коллега Алексей Боровских выяснил, с каким настроением шли на избирательный участок калифорнийцы с российским гражданством. С Тихоокеанского берега эксклюзивный репортаж. Здравствуйте, уважаемые земляки. Горячий привет вам из солнечной Калифорнии. Действительно, пусть на какое-то время, но Самарская область и Калифорния стали невероятно близки. И все благодаря федеральному закону, регулирующему выборы по одномандатным избирательным округам. Понять логику законодателей очень сложно. Тем не менее, жители Сан-Франциско и Бей-Эйри, имеющие российские паспорта, сегодня выбирают власть для Ховринского района города Москвы. Все остальные калифорнийцы, включая сакраментовцев, могут считать себя полноправными волжанами, потому как они приписаны к Жигулевскому избирательному округу номер 161. Но мне быть волжанином, что называется, не впервой, а вот, оказывается, не только я один здесь такой. Среди тех, кто пришел на избирательный участок, оказалось немало людей, которые так или иначе связаны с Самарской областью. То, что у нас есть возможность проголосовать, это, конечно, помогает оставлять связь с Родиной. И все равно мы все остаемся русскими, российскими. Мы смотрим телевидение, мы смотрим дебаты, такие яркие. И нам хочется участвовать в жизни той страны, которая стала для нас Родиной, и она навсегда останется для нас Родиной. Меня очень многое связывает с Россией, в частности, сама, что у меня и сын там учился, и сестра старшая. И поэтому душой болею за Россию, в большей части за Самарскую область, за город Куйбышев, бывший, где я учился. Я учился в Самаре в начале 2000-х, в Самарском государственном техническом университете. Вот, поэтому, как бы, Самара близкая для меня, да. Там живут друзья мои, родственники. Вот, а что, почему бы не проголосовать за Самару? Поскольку я интересуюсь и интересовалась ходом выборной кампании, то сделала для себя выбор и пришла сюда голосовать. Я являюсь гражданской Российской Федерации. Все-таки я сейчас, на данный момент, не гражданка Соединенных Штатов Америки. И поэтому у меня просто болит душа за мою страну. Я таким образом выражаю свою гражданскую позицию. Для того, чтобы описать процесс голосования в Сакраменто, нужно сказать, что в калифорнийской столице нет постоянного дипломатического представительства России. Было почетное консульство России, которое в начале года было закрыто Госдепартаментом США в ответ на закрытие американских культурных центров в России. Тем не менее, это никак не сказалось на развитии культурных проектов. Вот одна из традиций – это проведение выездного голосования. Выборы здесь, в российский парламент, проходят без пафоса. В офисе одной из частных компаний, которая принадлежит также выходцу из бывшего Советского Союза. Представитель избирательной комиссии рассказал нам об этих особенностях. Особенностях проведения выборов за границей. Выбор Самарской области для нас был немножко неожиданен. Но раз ЦИК решил, то мы обеспечили выездное голосование. И по Самарской области можно голосовать в трех городах. Это Сакраменто, это Лос-Анджелес, это Денвер. Наши сотрудники, члены избирательной комиссии, выехали в эти три города и организовали выездные голосования, которые будут проходить не целый день, как на основном участке, а несколько часов. Ну что же, россияне-калифорнийцы сделали свой выбор. Я надеюсь, что мы помогли вам избрать достойных людей. Алексей Боровских, информационный портал The City Info, специально для Самары ГИС. Спасибо Алексею из солнечной Калифорнии. Но если жители Сакраменто волновали только выборы в России, самарцам важен насущный вопрос тепла. С понедельника потеплеет, хоть это и не прогноз от синоптиков, а хорошие вести от коммунальщиков. А топительный сезон в Самаре начнется уже 26 сентября. Батареи уже потеплели во многих социальных учреждениях. Жилые дома подключат к теплу в течение двух недель. После чего начнет работать горячая линия, куда можно будет обращаться в случае аварии или проволочек со стороны коммунальных служб. Еще раз повторяю. С понедельника прошу обеспечить районам включение в первую очередь всю социальную сферу. Это больницы, это детские сады и учреждения, где пребывание людей круглосуточным. Я веду разговор. Именно это дома ребенка, дома инвалидов и тому подобное. Попрошу обратить на это самое пристальное внимание. Холод в квартирах способствует снижению иммунитета. Все больше самарцев заболевает у РВИ. За прошедшую неделю их число перевалило за 5,5 тысяч. По сравнению с прошлой неделей рост составил почти 40%. Конечно, о вспышке гриппа говорить пока рано, уверяют специалисты. Однако это уже повод задуматься о прививке. В аргументах за и против вакцинации от гриппа разбиралась Валерия Макарова. Из года в год нам твердят о необходимости прививки от гриппа. Почти 350 тысяч жителей Самарской области Совету врачей уже последовали. Конечно, обязательно нужно. И молодым, и старым, тем более пожилым. И детям, скажем так, разного возраста. Это обязательно. В группе риска находятся дети, беременные женщины, пенсионеры и люди с хроническими заболеваниями. Болезнь в этом случае протекает сложнее, поэтому для них вакцинация бесплатна. Важный момент. Пациент должен пройти медосмотр перед прививкой, чтобы врач решил, можно ли ее делать. Причем прививка необходима каждый год, потому что вирус меняется. Меняться должна и вакцина. Вакцина комплексная. Ежегодно научно-исследовательский институт гриппа разрабатывает в феврале-марте новые штаммы вакцины, которые учитывают прошлогоднюю сезонность штаммов и ожидаемые в новом году. По прогнозам Всемирной организации здравоохранения, штаммы этого года уже знакомы H1N1, так называемый свиной грипп, новый H3N2 и вирус группы B. Вакцинация от них уже идет и продлится до конца октября. В Самарскую область поступит 1 млн 344 тыс. вакцин. Почти на 200 тыс. больше, чем в прошлом году. Хочу сказать по опыту прошлого года, что у нас была задача достичь среднероссийского уровня привитости. А это 31%. В том году мы привили 36% жителей Самарской области. А в этом году задачей поставлено привить 40%. Еще один нюанс. Купить вакцину в аптеке можно, но не удивляйтесь, если в больнице вам откажут в уколе с вашей ампулой. Ведь неизвестно, как она хранилась. А правильное хранение – чуть ли не главный залог эффективности прививки. В клиниках за этим строго следят. Получая вакцину, мы их складываем в холодильник. Есть маркировка на каждую полку свою вакцину. И храним при температуре от 2 до плюс 8 градусов. Грипп опасен своими осложнениями – вирусной пневмонией, онкологией, последствиями для сердца и сосудов. Именно вовремя сделанная прививка от этих осложнений избавляет, да и в целом заболевание пройдет легче. Чем больше будет количество привитых, тем меньше возможности будет у вируса проводить вот эту естественную, свою природную мутацию, свое естественное преобразование. За вакциной люди пока в очередь не выстраиваются. И, кстати, зря, потому что специалисты уже отмечают рост заболеваемости, а прививку нужно обязательно делать здоровым. И, кроме того, организму потребуется еще две недели, чтобы выработать иммунитет. Ну, время пока остается, а вакцина есть во всех городских больницах. Валерия Макарова, Артем Сулайманов, События. Борьба за тарифы с 1 октября. В Самаре повысится стоимость кубического метра за снабжение и отведение холодной воды. Так постановила Федеральная антимонопольная служба. В ФАС обратилась ресурсоснабжающая организация СКС с просьбой пересмотреть установленные ранее тарифы на питьевую воду и повысить их в связи с тем, что расходы не были учтены в полном объеме. Теперь на основании постановления ФАС цена закуп для самарцев повысится на 3 рубля 60 копеек за обе услуги и составит 26 рублей 17 копеек за водоснабжение и 13 рублей 40 копеек за водоотведение. Министерство энергетики и ЖКХ Самарской области не согласно с решением антимонопольной службы и готовит исковое заявление в арбитражный суд Москвы с целью обжаловать приказ надзорного ведомства. Здесь не привязано к исключительно потреблению населения и тарифы, о которых мы сейчас говорим, они касаются не только населения, они касаются всех потребителей городского округа Самара. Это и в том числе и заводы, и магазины, скажем, то есть это всех потребителей касается. Все-таки потребители, которые не относятся к населению, в большей степени применяют приборы учета, поэтому это вопрос ненорматив. Хорошая новость для жителей Куйбышевского района и не только. Фрунзенскому мосту уже есть на что опереться. Работы идут на двух берегах. Готовы три опоры участка моста через реку Самара. На 70% смонтированы пролеты перехода через озеро Банное. Строители в сроки укладываются. Не страдает ли качество и зачем на стройплощадке открыли две лаборатории, выяснила Марина Кравцова. Сто тонн такую нагрузку с легкостью должен выдержать Фрунзенский мост. Выносливость конструкции напрямую зависит от качества материалов, из которых его строят. Машины с бетоном на площадке первым встречает инженер специальной лаборатории. Определяет подвижность бетона, температуру, объем вовлеченного воздуха. Если все по ГОСТу, дают добро. Когда хоть одна из характеристик не в норме, бетономешалку разворачивают и отправляют обратно. За сутки иногда приходится проверять до сотни партий бетона. К бетонам для мостовых конструкций предъявляются более жесткие требования по прочности, морозостойкости и водонепроницаемости. Обязательно вводится определенная добавка, так называемая воздуховлекающая, чего нет, например, в промышленно-гражданском строительстве. Контроль на всех этапах строительства. Бетонные кубики, образцы, взятые при заливке опор, измеряют, взвешивают, сжимают прессом, проверяют прочность. В это время на другом, левом берегу реки Самара, утрамбовывают песок. В этой лаборатории проверяют качество песчаного грунта и щебня, зерновой состав, коэффициент фильтрации. На стройке используют самарский песок и бетон. Они оказались и самыми близкими, и лучшими по качеству. Более 70% всех стройматериалов поставляют предприятия Самарской области. На опоры мостового перехода уже ушло 10 тысяч кубометров бетона и 6 тысяч тонн металлоконструкций. На участке моста через озеро Банное уже возводят пролетные строения. А вот на участке через реку Самара полным ходом идет строительство опор. Уже готовы 3 из 8. Сейчас вдалеке мы можем видеть вторую опору. За ней уже строят первую, которую делают несколько по другой технологии. Помимо того, что она будет держать вес самого моста, она будет выполнять и функцию укрепления берега. Сразу за ней начнется развязка, которая выйдет на улицу Фрунзе. Две сотни строителей и 70 единиц техники возводят мост круглосуточно и в дождь, и в снег. Обещают не сбавлять темпы. Подготовились уже и к зиме. Если будут проводиться бетонные работы, будут возводиться специальные инженерные сооружения, называемые тепляки, в которых будет поддерживаться оптимальная температура бетона, для того, чтобы он там набирал прочность. То есть все предусмотрено с учетом температурных режимов. Шестиполосный мост и автомобильную трассу длиной почти 3 километра планируют сдать в 2018 году. Марина Кравцова, Максим Гусев, События. Максим Гусев, События. В этом году по просьбам жителей улица начала преображаться. Восстановление первой очереди уже закончено. В открытии обновленного бульвара участвовал и Андрей Горгулянко. К строителям во время реконструкции часто подходили жители улицы Старозагоры и просили лично положить хотя бы один кусочек мозаики. Рабочие поначалу отказывали, ведь не понимали, зачем это нужно. Но затем строители догадались, что просто каждый хочет оставить частичку своей души на родной улице. Любовь Борисова, одна из таких жителей, признается, проходила мимо и не смогла удержаться. Да, я подошла и тоже вложила свой вклад. С ребенком будет намного приятнее гулять, особенно раньше скакать на коляске. Очень неудобно было. Мы очень рады. Старозагорцы довольны. Работы по реконструкции первой очереди закончены. В течение лета заменили пешеходные дорожки, разбили клумбы, обновили газон. Также реконструкция коснулась и четырех фонтанов. Мы даже в магазин идем, по полпути пройдем, на лавочке посидим, отдохнем, полюбуемся, подышим свежим воздухом и снова идем. Мы очень довольны своим местом проживания. Довольны. Спасибо всем. Спасибо руководству нашему. Ну и всем, кто принимал участие. Открывали обновленную улицу с размахом. Несмотря на дождь, на площади расстояния.